МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто вам сказал, что осенью и зимой нужно сидеть дома и грустить? Всё зависит только от вас. Мы же предлагаем вам путешествовать, узнавать новые, интересные, удивительные, загадочные вместе с нашей программой «О чём молчит время». Здравствуйте! К сегодня мы отправились в село Ижевское. Как так случилось, что за все годы работы над программой мы ни разу не доехали до этого места, мне, если честно, непонятно. Ведь, судя по той информации, которую нам удалось узнать, здесь буквально каждый дом, каждая улица дышит историей. Да и люди здесь интересуются своим прошлым и стараются, чтобы о нём не забывали в настоящем. Село Ижевское расположилось всего в 100 километрах от Рязани. Известно оно главным образом тем, что именно здесь родился основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский. Однако ещё задолго до его рождения в Ижевском происходили удивительные события. Вообще, это село имеет многовековую историю. Люди издавна селились здесь. Правда, изначально это были угрофинские племена, о чём говорят многие названия, сохранившиеся с тех времён. Само же Ижевское своё название получило от озера Ижва. А вот озеро, ну об этом лучше расскажет местный краевед. Одна из версий гласит, что это потому, что озеро похоже на букву Ижица. Ну не похоже. Другая версия гласит, что свежая вода Ижее свежая. Я же придерживаюсь версии теории именно финно-угорского названия, поскольку до появления этих местах славян здесь жили именно финно-угорские племена. И на данный момент фактически все водные топонимины, какие-то географические в округе, они именно финно-угорского происхождения. Это такие названия, как Шатерга, Шапега, Шелест, Ниверга, Тынус. Поэтому я больше склонен считать и называю это озеро Ижва, либо Ижева, от него и пошло название села Ижевское. Что означает в переводе Ижва? На данный момент в переводе даже не то что с финно-угорского, а с удмуртского языка, Иж, Иж это овца, в переводе с пермских диалектов Ва это вода. Соответственно мы получаем, что Ижва это овечья вода. Почему мне нравится эта версия, почему я выступаю за нее? Потому что именно овца, именно овцеводство было одним из основных источников дохода местных жителей на протяжении столетий, может быть даже тысячелетий. Знакомьтесь, это Андрей Меркунов. Именно он активно занимается изучением истории Ижевского вот уже на протяжении нескольких лет. И именно он любезно согласился организовать для нас экскурсию и рассказать о самых удивительных эпизодах истории. Интересно, что Андрей родом не из этих мест. Приехал он сюда 6 лет назад, купил дом и начал понемногу развивать местный туризм. Перспективы у села с точки зрения развития туризма большие. Имел опыт работы в городе Мышкине. Знаю, как там все устроено, построено. То есть это 300 тысяч в год, на тот момент, когда я работал. 300 тысяч в год организованных, 300 тысяч не организовывал. При этом все построено на слове Мышкин и Мыш. Ижевское же имея колоссальный, просто колоссальный, неповторимый пласт истории, неповторимую, повторюсь, архитектуру, что очень важно, соответственно, для пешего туризма. Поэтому перспектива самого развития здесь, туризма, она очень велика. И это направление я потихоньку, полегоньку, как говорится, тихо, шаг за шагом развиваю. Первое, что привлекло внимание Андрея – застройка села. Дело в том, что 90% домов Ижевского относятся к 19 веку. Дальше интересных фактов и необычных историй, связанных в том числе и с этими домами, становилось все больше. И в итоге Андрей создал свой путеводитель по селу и начал проводить экскурсии по им же разработанному маршруту. И начинает он их одной и той же фразой. Добро пожаловать в самое богатое село Российской империи. Чтобы понять, почему Андрей называет Ижевское самым богатым селом Российской империи, стоит перенестись в 19 век, во времена крепостного права. Крепостное право в России, существовавшее, начиная с древнерусского государства 11 века, система правоотношений, вытекавших из зависимости земледельца-крестьянина, от помещика, владельца земли, населяемой и обрабатываемой крестьянином. Когда говорят, что село Ижевское в 18-19 веке было самым богатым селом Российской империи, поверить в это весьма сложно. Ведь населяли его в основном крепостные крестьяне, а они представляются нам нищими бедными рабами, не имеющими ни денег, ни права голоса. Однако история этого села не укладывается в привычную для нас картину. Чем же? Ну хотя бы тем, что в 1832 году крестьяне села Ижевское выкупились у своего барина. Стоит сказать, что после победы в войне 1812 года освобождение крестьян от крепостного права стало делом обыденным и повсеместным. Молодые дворяне, побывавшие в Европе, быстро уяснили, что свободный крестьянин дает более высокие показатели производительности труда. Однако самостоятельный выкуп себя и земель был случаем исключительным, редким. И вот в небольшом селе Рязанской губернии, по всей видимости, с легкой руки барина Ивана Николаевича Демидова, произошла эта невероятная сделка. Село Ижевское роду Демидовых принадлежало с конца XVIII века. Именно тогда эти земли приобрел внук знаменитого в петровское время тунского кузнеца Николая Демидова. И прикипел к нему так, что на смертном адресе, а умирал он в Москве в своем имении, он с детям и внуком сказал так, дал наказание похоронить меня в Ижевском, его могилу мы сегодня еще увидим, зайдем в церковь, похоронить в Ижевском. И буквально перед последней минутой жизни он им сказал ни за что, никогда не продавайте Ижевское, потому что продадите Ижевское, продадите и меня. Соответственно, прошло какое-то время, барином стал его внук Иван Николаевич Демидов. В бытности по проблемам здоровья он не женился, детей не имел. И к старости понял, что после его смерти село будет продано наследниками-племянниками за его долги. Долгов у него накопилось примерно 1,2 миллиона рублей. И, понимая это, кредиторы, когда здоровье у него покошлось, где-то года за 2 до его смерти, начали требовать продавать село. То есть рассчитывайся с нами, продавай село. И вроде бы как бы нашлись тогда уже и покупатели с местных дворян, с местных помещиков, но Демидов именно настоял, именно его было, чтобы крестьяне выкупали сами. Это одна из версий. По другой же инициатором самовыкупа стал приказчик Антон Воронков. Как бы то ни было, но среди крестьян, естественно, нашлись те, кто выступил против такой сделки. Тогда, значит, Демидов предложил сделать следующее, как бы мы сейчас сказали, пиар-ход. Он предложил, написал Воронкову, лицебери 20 самых богатых, самых толковых крестьян, и с ними по посольствам проедь по селам Рязанской области, которые до этого выкупали. Это село Белоумут и еще два села. Посмотрите, как посольство съездило, вернулось и сказали, что без барина жить лучше, чем с барином. Работать на себя намного выгоднее, а посему, говорит, будем выкупаться. В официальном договоре Иван Демидов поставил цену 1000 рублей за душу и 380 рублей за десятину земли, в то время как, например, крестьяне села Белоумут выплачивали всего 270 рублей. Неудивительно, что император нашел эти условия кабальными и повелел снизить цену на 30% и продлить рассрочку платежа. И тем не менее сумма получилась значительная, чуть более 3 миллионов рублей. Конечно, она была поделена на паи, которые, в свою очередь, разделили между самыми зажиточными крестьянами. Но все равно остается вопрос, откуда у крепостных такие деньги? Все дело в том, что они умели и любили работать, а уклад жизни в селе, который, кстати, регламентировала собственная конституция, был построен таким образом, что крестьяне жили в достатке. И в этом уже уникальность. То есть тогда, когда мы знаем, что в этот же период абсолютизма крепостного права крестьянин не имел и рубля, какое-то это скромное имущество, и то у него там все забиралось, барщина и прочее, здесь же крестьяне работали вольно, свободно. Взаимоотношения с барином происходили по принципу, наверное, современных водителей маршрутов. То есть за день, тогда за год, должен отдать определенную сумму денег, все, что выше, то твое. Поэтому мотивация была колоссальнейшая, соответственно, люди работали на себя. Отсюда и такие большие доходы. Доходы были не только на бочках, это, опять же, вспомню, здесь было очень сильно развито овцеводство, это кожевенное производство, это несколько было войлочных заводов, здесь шерстобитки, значит, кузнечные, я сказал, пять кирпичных заводов в Выживском было, все принадлежало крестьянам. Чтобы понять, насколько богаты были местные крестьяне, достаточно сказать, что на отхожем бандарном промысле в день они зарабатывали от трех до четырех рублей. В пересчете на современные деньги это порядка 15-20 тысяч. Об их благосостоянии говорят и добротные дома, сохранившиеся с 19 веком. Практически с каждым из них связана какая-то необычная история. Так, например, дом, в котором живет Андрей, принадлежал раньше крестьянину Савочкину. Вообще изучение истории села, оно всегда начинается с того, что тебе близко. И мое изучение началось с ознакомлений или с вопросом, а кто строил этот дом, кто в нем жил и вообще какова его история. В этом плане, конечно же, очень сильно повезло, потому что по соседству, вот дом, который пристроен, в нем жила прямая потомка, прямой потомок, хозяина, собственника, крестьянина Савочкина, который строил этот дом. Она в девичестве тоже имела фамилию Савочкина. И она ей рассказала, говорит, пришла как-то и говорит, ваш дом строил мой прадед, крестьянин Савочкин. Он был владельцем двух барж. На одной он сам был капитаном, на второй у него был наемный капитан. Путем несложных подсчетов Андрей выяснил, что дом этот строился в 60-е годы XIX века. И дальнейшая история, которую узнал кревет от правнучки первого владельца дома, полностью вписывается в версию об основных богатствах крестьян данного села. Много, скажем так, историй о том, как любили хвастаться. Хвастаться, потому что деньги заработал, значит, надо как-то другую... Любили крестьяне похвалиться, вот у меня то, а у меня это. А я вот там часы, а я вот там кожаную обувь, а я вот там сервиз из Италии привез. Что же сделал крестьянин Савочкин? Перед строительством этого дома, когда он затеялся строительство этого дома, он в качестве проектировщика, скажем так, выписал главного архитектора Рязанской губернии. Заказал ему туда лошадей, лошади его привезли, главный архитектор приехал, сделал замеры, вбил колышки, нарисовал план и сказал строить по этому плану. Вот план главного архитектора. То есть мы можем представить, да, дом четыре стены и крыша. Проект главного архитектора Рязанской губернии. Соответственно, когда дом был построен, главный архитектор приехал, посмотрел, принял, поставил роспись. И уже после этого крестьянин Савочкин в какой-нибудь компании, хмельной, когда там начиналось, да я вот, а у меня там, да у меня коня. Он доставал вот этот вот лист бумаги, говорит, все, говорит, это фигня. Вот мой дом главный архитектор Рязани строил. А это дом крестьянина Огурейкина. Еще один пункт в маршруте Андрея. И еще одно доказательство благосостояния крестьян. Известно, что он не был бондарем, зато владел кожевиной фабрикой. И его годовой доход в пересчете на современные деньги составлял порядка 12 миллионов рублей. Естественно, он тоже решил отличиться. Конечно, он не стал вызывать главного архитектора из Рязани, зато купил черный итальянский рояль. Правда, вот беда, играть на нем никто не умел. Ближайший пианист, имеющий играть на этом рояле, находился в Рязани. Поэтому, когда мужики гуляли или отмечали что-то, и вот он говорит, а вот у меня рояль есть. Приходилось, бывали случаи, что отправляли за пианистом в Рязань сани. Либо сани, либо экипаж. И подобных историй здесь немало. Вообще, это село бьет все рекорды по количеству удивительных исторических фактов, а также преданий и легенд. Последние, конечно же, связаны с подземными ходами, кладами и даже призраками. Так рассказывают, что раньше на этом месте располагались кузницы. И однажды в результате сильного половодия одна из них полностью ушла под воду. Возможно, об этом все и забыли бы. Но в 1945 году в это озеро упал бомбардировщик. И когда водолазы начали обследовать дно, чтобы поднять оттуда обломки самолета, произошла весьма странная история. Один водолаз долго не вылазил. Не вылазит, не вылазит. Его начали тянуть за трос. За трос его вытянули, достают, а он весь бледный, трясется. И даже посидел. Что такое? Он говорит, я видел кузницу. Какую кузницу? Вот там, под водой, кузница. В ней мужик по поясу стоит в воде и кует. А глаза огнем горят. И с тех пор говорят, что у нас здесь в лунную ночь, можно услышать, как из-под воды... Дун-дун, дун-дун, дун-дун. Конечно же, это далеко не все, что мы хотели вам рассказать. И если нам ничего не помешает, то в конце декабря, прямо перед Новым годом, мы вновь отправимся в удивительное село Ижевское. Ну а на сегодня мы прощаемся. С вами была программа «О чем молчит время». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова